Агентство может не довести весь комплекс услуг до конца, потому что какие-то отдельные части, например, выполнены, подписаны акты выполненных работ, и только за них собственник должен денег. Он может в любой момент переключиться на другое агентство и там доделать эту работу. Основная проблема вот такого подхода заключается в том, что услуга сама по себе, и она измеряется в соотношении с ее себестоимостью, с временем, которое потрачено людьми. То есть если это помощь, то она оплачивается почасово, если это реклама, то она оплачивается в соответствии с бюджетом, может быть, с какой-то наценкой. Но, например, 6% от стоимости недвижимости услуга будет вряд ли стоить. Если вы берете полностью под ключ вопрос о повышении конкурентоспособности объекта, то есть сделать так, чтобы покупатель, которому нужна подобная квартира, которому она подходит по параметрам, выбрал именно эту и совершил сделку в тот срок, который нужен собственнику, и в том ценовом диапазоне, который нужен собственнику, вот это может стоить существенный процент от стоимости недвижимости. И если мы говорим о том, что какие-то агентства заинтересованы в снижении среднего чека, я могу сказать, что, опять же, я знаком с тем, как работают рынки недвижимости во многих странах мира. И всем очевидно, что снижение рынка – это нормальная часть его работы. Он периодически растет, периодически падает. Так вот, на падении рынка сложность риелторской услуги растет. Продать становится сложнее, продать дороже становится еще сложнее, и в кризис стоимость риелторских услуг не может падать. Она, по большому счету, должна расти. Потому что на растущем рынке продать недвижимость может кто угодно. Вопрос времени, который вы готовы подождать. На падающем рынке продать недвижимость по рыночной цене текущей – и это уже вопрос профессионализма. Поэтому гнаться за снижением среднего чека, на мой взгляд, это просто, вот с точки зрения бизнеса, загонять себя в могилу. Потому что да, вы, может быть, надеетесь, что вы сможете это как-то масштабировать, что вы таким образом за счет демпинга захватите какую-то долю рынка. Могу сказать, что чувствительность населения к реальной цене риелторской услуги – она очень низкая. Проблема только в том, что агенты очень часто не могут человеку объяснить, что вот это стоит 300 или 500 тысяч рублей. Даже 100 тысяч рублей для региона – это может быть непонятная для продавца сумма денег, который он должен заплатить агенту. Ее нужно объяснить грамотно. Это вопрос презентации, это вопрос отработки возражений, это вопрос продажи, по большому счету, себя как агента. Но снижать стоимость услуги в тот момент, когда на рынке становится только сложнее работать и между собственниками усиливается конкуренция – это просто неправильно с точки зрения бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова